всем привет я сейчас хочу приготовить рубленные котлетки нарезала 4 филешки куриных они такие достаточно крупные у меня были я их подморозила чтобы удобно было нарезать потому что одна лесу такой мелкий кубок потом две луковица среднего размера тоже измельчила также дальше добавлю 2 яйца можно добавить чеснечок для аромата паприку обязательно нравится так соли много не буду потому что метод соевый соус тоже пойдет так где-то одну столовую ложку достаточно и майонез можно также мы не заменить или сметану примерно 2 столовые ложки в принципе все можно еще перец черный немножко и все перемешивание муку не крахмала добавлять и ничего не буду так хорошенько перемешиваю надавливаю на лук чтобы надал свои соки аромат теперь аккуратно при помощи ложки кладу наш форш буду делать небольшого размера чтобы удобно было переворачивать буду обжаривать заваривать котлетки у меня готовы вы тут дожаривать на сковородку последний партия очень вкусно таки сочные получилось сейчас даже эти четыре штучки и в принципе на этом все останется будет что-то отварительный гарнир, не знаю, гречку или макароны. Там видно будет, посмотрим. Но котлетки получаются очень вкусненькие. Димку сейчас забрала из детского садика. Ну-ка, показывай, что там в пакетике вкусненького. В ящичке лежал подарочек, вкусняшки. Что там? Это у кого-то был день рождения в группе. Был у Кристины. У Кристины? А сколько ей лет исполнилось? Пять лет. Пять, да? Зефирюшка маршмеллоу. Что там еще? Мармелад. Прям все как ты любишь, да, Димка? Да. Так, шоколадка с начинкой. Ну, как много подарочков-то, да? Да, мы сети купали. А, это, наверное, у кого-то у двоих было, потому что разные пакетики-то. Да. Просто Димка вчера не ходил в садик, да? У папы был выходной, и они дома были. Да. Ну, в общем... Отдых. Что там? Отдых. Отдых, да. От сада отдыхал. В общем, тут Чупа-Чупс. Это, наверное, вафелька какая-то. И Чокопай. Вафельные конфеты. Давай, может, я тебе чай налью с чаем. Давай. Давай, сейчас чайник поставим с тобой. А сколько вкусняшек. Сейчас ходила в Магнит Косметик. Решила себя немножко порадовать такими мелкими приятностями. Купила себе пилочку для ногтей. Решила свою обновить. Потом бальзам для губ. Вы знаете, я вообще люблю разные всякие бальзамчики. У меня их очень много. Генические помада, масла для губ, бальзамы. Мне это вообще все штучки очень нравятся. Особенно и сами каким-то ароматные, с приятными запахами. Я очень люблю. Не знаю, взяла вот такое клубничное сияние. Не знаю, посмотрим. Потом также решила купить себе лак для ногтей. С такими вот золотистыми блесками. Не знаю, что-то захотелось мне поблистать немножко. И купила себе еще вот такую вот бальзам-маску для волос. А то у меня бальзам осталось немножко. Вот решила обновить. Не знаю, такой ни разу не брала. Вроде аромат я открыла. Ну, такой приятный. Вот такие у меня небольшие покупочки. Еще сейчас с Димкой заезжали на Валберес. Забрала свой заказ. Заказывала вот такую вот напольную вешалку. Нужно будет ее собрать. Заказала в черном цвете. Так же, как у Жени в комнате. Я вам в одном из видео показывала. Месяца два назад я ему тоже заказывала. Так как моего шкафа тоже выкинули из его комнаты. И, в общем, решил к нам в комнату тоже такого же типа заказать. Точно-точно такую же. Так как, смотрите, у нас что со шкафом творится. Его вообще перекосило. Не знаю, видно, нет на камеру. Вот видите, в сторону телевизора он вообще прям наклонился. Просила Сережу, чтобы он, может, как-то сделал. Он сказал тоже, что там уже ничего не сделаешь. Не прикрутишь к стенке, не вкрутишь его. В общем, я боюсь даже его открывать дверцы шкафа, чтобы он не упал. Потому что если он упадет, не дай бог, повалит и телевизор. Не дай бог, это рядом будет сидеть. В общем, не хочется этого всего. Вещей очень много в этом шкафу. Тут и Димки на какие-то вещи, и мои вещи. И, конечно же, на эту маленькую вешалку все не поместится. И какую часть вещей придется перевешивать в прихожую. У нас один шкаф остался только в прихожей небольшой. И то он в самом деле там весь забитый тоже какими-то куртками, вещами разными. Ой, обуви тоже с коробками. В общем, не знаю, что делать. Но шкаф пока новый нет. В планах покупать это уже когда в дом переедем. Там, да, в квартиру уже не хочется ничего нового покупать. Вот. И решилась заказать такой эконом-вариант. Вот такую вешалку. Вот такая, какая у Жени в комнате. Сейчас Женю попрошу, чтобы он мне помог разобрать шкаф. И вот какую-то часть вещей придется вешать сюда. Ну, и места может быть побольше без шкафа. В общем, посмотрим. Не знаю, постараюсь, конечно, все вещи разложить. Потому что в верхних шкафах внутри соль там какая-то посуда. Какой-то там постельный белье наверху. В общем, не знаю, честно сказать, куда это все класть. Может, что-то даже придется выкинуть, чтобы освободить лишнее место. Показываю вам общий вид комнаты. Шкаф я полностью опустошила. В общем, вот взяла три отвертки. Сейчас будем Жене раскручивать шкаф. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Показываю вам уже конечный результат нашей гардеробной, так называемой. Вот так теперь это все выглядит. Решил я ящики, шкаф вот эти два не выкидывать, которые снизу стоят. Там у меня будет нижнее белье, потому что я не знаю, куда его положить. У меня места нет. Димкино белье ящики. Димкино белье я положила в эти ящики с фикс-прайса. И зеркало я тоже от шкафа решила оставить. Потому что мне это зеркало нравится. Оно как раз полный рост подходит. Пускай будет. В общем, то, что вместилось, то вместило, а то, что не вместилось, надо будет раскладывать по уголкам, по каким-то шкафчикам. В общем, конечно, без шкафа плохо. Шкаф был большой. Туда много чего можно было вместить. Ну, а это так. Зато посвободнее стал этот угол. Как-то и комната сразу побольше стала. Ну, в общем, как-то так. Еще останется елку разрядить и все. На этом все. Ладно, мои хорошие. На этой прекрасной ноте я буду заканчивать данное видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.